Валерий Гурджио начал свою трудовую деятельность в 1975 году в системе правоохранительных органов республики. Где бы он ни трудился, всегда являлся образцом честного служения делу, порядочности и верности своему долгу. Так отзываются о юбиляре его коллеги и друзья. Государственный политический деятель, член общественной палаты Сократ Джинджоли вспоминает об его заслугах перед народом Абхазии и не только как юриста. Валерий Гурджио был активным участником национально-освободительного движения. Напряжение между Абхазией и Грузией достигло своего апогея и со стороны Сухуми был большой митинг, а со стороны Грузии двинулась большая толпа. По оценкам различных источников, не менее 20 тысяч вооруженных людей двинулись в Абхазию. Ответственность вся пала на прокурора района Гурджио Валерия Тебовича. Ачимчирскую милицию выставил на мост для того, чтобы предотвратить проникновение оттуда вооруженных людей. В этой ситуации странным оказалось то, что милицию отозвали от моста. Отозвали и им приказали разместиться в помещении Ачимчирского района. Это дело милиции. Для Гурджио это было, так сказать, удивительно, потому что вместо того, чтобы предотвратить столкновение, политические власти принимают решение убрать милицию, то есть освободить дорогу вот этим людям, которые шли для того, чтобы расправиться с митингующими в Абхазии. Валерий Гурджио был избран депутатом Верховного Совета АСССР, первого, так называемого, золотого созыва парламента. В этот день для юбиляра важно получить поздравления от коллег, с которыми он разделил значимую часть своей жизни. Мы вместе были в Айтгалере, и когда шла кампания по выборам Верховного Совета Абхазии, он избирался из нашего Кулачевского округа, и мы вместе попали в парламент. В первые дни войны он получил задание от Владислава Григорьевича, чтобы выехал на трассу до Ачимчили и посмотрел, какая там ситуация. Ну и, к сожалению, он оказался в Ткорчелии. Значит, войска Госсовета прошли сюда, в Сухуми, и он, конечно, вернуться уже обратно не мог. И он находился в самое тяжелое время, когда, в принципе, в Кулачеве еще не были созданы, и делал все возможное, чтобы эти структуры заработали, и они, значит, как говорится, начали давать плоды. Затем он был отправлен на Западный фронт, и уже он находился в составе парламента. Естественно, он был один из руководителей парламента по военным вопросам, по безопасности, и всегда был активен и всегда, в общем-то, в интересах государства делал все, что он мог сделать. После Отечественной войны народа Абхазии в 1996 году был избран первым председателем арбитражного суда, которым руководил 16 лет. Вся жизнь Валерия Гурджуа неразрывно связана со служением закону и справедливости. Высокие профессиональные качества юриста как никогда были востребованы и в арбитражном суде. Валерий Тепович стоял у истоков становления арбитражного суда и внес огромный вклад в совершенствование и развитие судебной системы. Как отмечают коллеги юбиляра, Валерия Гурджуа по праву можно назвать основателем арбитражной юстиции Абхазии. Позвольте, какой нужен! Каждый, кто знаком с Валерием Теповичем, выделяет его профессионализм, начитанность и любовь к полемике, но при этом абсолютно мягкий и добросердечный характер. А он очень много сделал. Я очень ему обязан, я многому у него научился. Валерий Тепович как человек, он вообще великолепный, он очень такой контактный, знает хорошо наш этнос, он великолепно знает Абхазию, знает людей. Первое – это здоровье. Валерий еще многое может в этой жизни сделать. Его богатый опыт в образе юриспруденции, в образе суда, судебного производства. Конечно, она может дать очень много пользы для наших молодых людей, для будущей нашей Абхазии. Я хотел бы, чтобы он в этом плане был, как всегда, активен и очень много пользы может принести. Валерий, дорогой мой, с юбилеем тебе! 75 лет – это не такой большой возраст для мужчины, тем более для кавказца, для абхазца, чтобы ты прожил долгую, красивую жизнь, достаточно комфортно. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Валерию Теповичу крепкого здоровья и кавказского долголетия в кругу близких и родных людей. Сарец и Кутаня, Алика Гуха, Абхазское телевидение. Продолжение следует...